Привет, это ГТНХ. У нас нарисовался новая такая вот площадка, которую надо заполнять различными машинами. Так как у нас сейчас есть РСЛХ-2 войд-майнеры, надо внезапно перерабатывать всю руду, которая от них идёт. Руда довольно-таки много, но вот я иду, а почему бы и нет. Плюс сейчас уголь с алмазами с огорода не растут, снизилась нагрузка на проц, вообще в целом на сервер, с 80 до 50. Мониторю здесь запасы ртути, которые у меня там вырабатываются, чтобы огороды работали. Ну и собственно говоря, здесь, ну как обычно, разметил некоторые места. Здесь скорее всего на входе будут какие-нибудь там мастерейшн-стаки, которые я вообще-то должен был уже сделать. Вот аж целых два мастерейшн-стака, может быть добавлю ещё в будущем. Но скорее всего корпусов этих не хватит, так что давайте сделаем ещё чуть-чуть. У меня когда крафтил эти мастерейшн-стаки, как всегда, они не смогли сделать, потому что не доделывались схемы. Не знаю почему, иногда такое ощущение, что АЕшка не делает ни схемы. Плюс вот здесь два места под ворвошеры, большие ворвошеры тоже можно сделать, которые я не могу сделать, потому что не хватает. Переназначенная стиральная машина, между прочим. Стиральная машина для руды такая, знаете-ка, берёшь такую стиральную машину, бош, засовываешь в неё руду, стирального порошочка ещё закидываешь обязательно, а она там тебе его промывает. Чё понять, как лучше эту руду будет делать. Точнее не руду делать, руду-то понятно из воид-майнеров идёт бесплатно. Ну, практически там, кстати. Ксеноновые комбы копятся просто в каких-то запредельных количествах. И самого ксенона у меня здесь уже накопилось, ну так, приличное количество. Целый полный квантовый танк. Можно было бы его складывать в АЕшку или ещё куда-нибудь. В идеале бы ещё один воид-майнер поставить. Тут передвинул, да, немножечко эту конфигурацию своих колец квантовых. Вроде как это должен был показать ещё в прошлой серии. В прошлой серии такая получилась дольки маленькая. Вы, кстати, можете написать, как вам вообще, какого объёма серии вообще лучше было бы смотреть. Мне не хватает гризи. Потому что обычно они у меня такие довольно-таки большие и объёмные. Надо бы ещё подумать, как сюда всё расталкивать и вообще как-то всё обрабатывать. То есть обычно у всех рут, обычно, практически один и тот же маршрут переработки. То есть типа массератор, вошер, термальная центрифуга. Надо поизучать немножечко. Хотя, в принципе, мне просто изучить все ресурсы, которые у меня есть здесь. И выписать, так сказать, все особенные продукты переработки, которые здесь есть. Вот, например, у такой штуки, как Polysit, есть Rubidii, который идёт из термальной центрифуги. После термальной центрифуги. Но вот Rubidii здесь такое ощущение, что не используется абсолютно нигде. А с другой стороны, если его просто отправлять в массератор и центрифугу, здесь получается цезий. Из которого можно делать различные там другие топлива и всё остальное. Супер топливо мне бесполезно. А вот такие вот штуки, к примеру, как на квадах, вырабатываются абсолютно везде одинаковым образом. Здесь везде получается Enriched на квадах в качестве побочки. Но если отправляете её, допустим, через Warwasher, получается плюс один раз. Так что, ну да, этих массератор, вошер, там, допустим, ещё раз массератор и центрифуга, это такой, наверное, оптимальный маршрут по умолчанию. А вот для некоторых других ресурсов надо прописывать какой-то отдельный. Я перенёс вот эти вот квантовые кольца, которые у меня там стояли в той области сюда. Не знаю, можно было, конечно, передавать с помощью Эндерсендука, но я решил вот так сделать. Тут он будет, короче, ну, в будущем, наверное, больше этих колец. Единственное, что только если вот куда их масштабировать сюда, вот куда-нибудь, скорее всего. Потому что здесь у меня предполагается всякая мешка, которая будет поддерживать структуру работоспособности и моей вот этой вот хрени. Так вот, это массерейшн стаки, которые будут всё отдавать в обычную Грэговскую трубу, потому что кондуиты меня, если честно, немножечко уже раздражают и бесят. А тут такая труба салатового цвета, хорошая, очень. Труба квантюмная 64 стака, всё-таки он всё-таки позволяет пропускать. Единственное, что только её придётся немножечко пониже пропустить, потому что здесь у меня всяческие провода и всё остальное предполагаются. Вот, и весь лут с... Кстати, вот этот можно было бы на самом деле убрать отсюда. Я вообще, в принципе, пока что отключить эти майнеры, потому что они там от лут дают, руду всяческую. Лучше уже убрать всё, использовать как мне это будет, предполагаясь, так сказать, для использования. Главное, потом не забыть их включить. Вот, единственное, что здесь будет при помощи трубы отдаваться, это вот кондуит, это вот это вот. Ну, потом в будущем может быть другая разволка будет. Я не знаю, как будет успевать или нет этот кондуит извлекать из этой осмивой трубы. В данный момент времени извлекает всё по-синему. И поставить туда четыре ускорелки, чтобы просто было на всякий случай. Руду, конечно, за всё это время выбралось просто огромное количество. Я, кстати, поставил полностью, изучил, так сказать, всю руду, которая там получается. И получаются вот такие вот вещи. Это вот то, что делается без... То есть, по маршруту по волчанию, так сказать, который просто, это здесь не прописано. Это массератор, урвошер, массератор и центрифуга. Всё это должно, кстати, успевать всё это обрабатывать. Вот. На первые исключения это будет такой вот путь. Ну, не обязательно не первый. Какой здесь номер, не важно. Просто исключение один. Это массератор, урвошер, сифтер. Это всяческий там лапезь лазурица долет плюс алмазы, плюс уголь. Потому что уголь гораздо эффективнее. Если вот здесь посмотреть, обрабатывать именно таким образом. Потому что здесь получается просто запредельное количество угля с одной руды. А мне уголь нужен для того, чтобы у меня вулканусы работали. Раньше у меня всё с огорода сыпало. Сейчас у меня всё будет сыпаться с майнеров. Мне кажется, что мне не хватит таких корпусов массерейшн стаков. Ну, хотя бы на один их хватило. И на том спасибо. Пребывает это всё в нижний интубасс. Снизу стоит. Питаться всё это будет с помощью лув энергии. Наверное, я буду продолжать везде лув энергию использовать. Потому что здесь, ну, вулканусы точно надо, чтобы они быстро всё делали, обрабатывали. Плюс здесь же, наверное, возможно, я буду использовать какие-нибудь там электролайзеры. И всяческие другие вещи, которые позволят извлекать полезные ресурсы из всякой руды. Потому что там есть такие многосоставные руды, которые там вмещают в себя там и магний, и марганец, и всё, всякую остальную ересь. И вот это всё надо раскладывать ради там того же, я не знаю, цези, ещё чего-нибудь. Не знаю, зачем они будут нужны в будущем. Возможно, понадобятся, возможно, нет. Допустим, вот здесь, где-нибудь рядом будет стоять интерфейс и драйв, который будут хранить в себе всё, что идёт с этих вот вещей. Вообще, здесь можно было какую-нибудь основную сеть поставить. Мне, возможно, не хватит места очень сильно здесь. Размахнулся на такую площадь, блин. Потому что с мастераторов идёт разная там ересь, которая ещё и там типа разные там гемы, кристаллы, пыльки дополнительные и всё остальное. Пока, если честно, не знаю, как это всё будет выглядеть. Но как-нибудь чё-нибудь типа вот того вот просто, почему бы и нет. Потом буду просто со временем это всё модифицировать, возможно. Посмотрим, как это всё будет работать, во-первых. Потому что хотелось бы, чтобы оно всё вот скапливалось в какую-нибудь основную сеть и из основной сети выходило в другие разные штуки. Ну, типа вот, допустим, если это считать основной сетью, здесь бы контроллеры ещё где-нибудь провести, чтобы он здесь больше обеспечивал каналов. Вот, маршрута, по которому будет идти руда у нас вот такой вот является. Значит, надо следующее, чтобы вся, абсолютно вся руда, за исключением некоторых, вот типа вот этих вот, которые вот здесь хранятся, шла в другие вещи. Вот, кстати, здесь есть некоторые вещи, некоторые пути по типу Массератор-Массератор от Сандрифуга. Зачем это? Особенно хорошо проглядывается вот в этом вон Deep Iron. Глубинное железо, которое по маршруту, которое у меня используется по умолчанию, так сказать, с Андрифуга Массератора, Орвошера Массератора, даёт просто дупо. Вот здесь бы давалось ещё трение, но потом в других двух местах даётся железо. Железо бесполезное, но его не знаю сколько копится. А вот здесь дополнительно 11% трение, который очень ценный. И типа здесь трение, здесь трение и ещё раз трение. То есть по факту 31 и 11% что будет трение выпадет. Плюс ещё некоторые вещи, используют термальную сандрифугу, их довольно-таки много. Вот с этими надо будет разбираться, что-то думать, придумывать, как отправлять разные ресурсы в нужные места. Скорее всего, использовать какие-нибудь подсети и просто ставить приоритеты. Допустим, там сторидж базы с большим приоритетом, и чтобы всё вот, что должно идти вне маршрута по умолчанию, шло сразу в другие места. Скорее всего, это неплохая идея. Я вот наделал некоторое количество все вот этих вот 1024К компонентов. Давайте штук 6 возьмём. И ячейки хранения, потому что они используются уже не совсем обычные здесь. Кстати, это надо было бы ещё какую-нибудь запитать. Это можно запитать из обычной сети. Как-нибудь просто энергии, я имею в виду. Потом всё тупо просто киви-ми там каверами закрыть. Ну, допустим, вот здесь будет терминал, который будет отображать вообще всё, что у меня здесь будет происходить в моей сети, скажем так, да. Может быть, стоило бы, конечно, вывезти вот сюда, вот чтобы... Хотя, в принципе, какая разница, можно и отсюда выводить. Допустим, вот здесь будет какая-нибудь труба, которая будет... Ну, не труба, этот... Кандуит с кучей разных там других сторидж-басов. Всё будет расходиться по другим, по разным другим вещам. Так, ещё вот насчёт ворвошеров. Если у меня предполагается, чтобы здесь было два ворвошера. Мне, кстати, наверное, не хватит этих грязьевых корпусов, но всё-таки. Надо будет как-нибудь подумать так, чтобы здесь распараллелилось всё. Может быть, загружать всё в сундук в один, который будет стоять, где-нибудь вот, ну, не знаю, где-нибудь посередине, допустим, через ордикшен рекорд. И чтобы она уже загружала всё в сундук, который будет по раунд-робину отправлять туда-сюда в инпут-басы. Чтобы они оба одновременно работали. Потому что, возможно, такое ощущение у меня, что руды с войд-майнеров сыпется так много, что один точно справляется, пивать не будет. Вот, дмит, не в пример. Вот, тем вот машинам они у меня будут стоять вот в эту сторону все. Кстати, им надо будет ещё же инпут-хэчи ставить под воду. Так, пусть заливается вода через кристаллиновые трубы. У меня, кстати, кристаллин, по-моему, закончился уже, мне его подкрафтить немножечко. Понятия не имею, хватит ли такой скорости загрузки воды сюда. Надеюсь, что да. Так, инпут-бас будет стоять где-нибудь, вот, скорее всего. И он даже будет здесь, во-первых, не один. Можно поставить вот сюда, вот. А здесь будет сундук, опять же, для того, чтобы оба одновременно работали. Вот, а вот путить это можно всё, в принципе, через то же самое абсолютно. Где-нибудь, допустим, вот с этой стороны. Я пока что ещё вообще абсолютно не вижу никакой картины вообще, как это должно выглядеть. Нет, ну, в общем-то, картину я вижу, конечно. Но вот, будет ли оно работать, это очень большой вопрос. Так, в принципе, можно это по той же самой квантюмной трубе выгружать. И, наверное, они закончатся очень скоро. Было бы неплохо поставить в экструдер. Вот, с вошеров идёт тоже всяческая там дребедень в основную сеть. Там должна оставаться, в принципе. Что, в принципе, можно было бы, на самом деле, подключить это вот, отправлять это сюда же, допустим. Чего нет. Можно ли здесь какой-нибудь шаттер модуль поставить? Нет, ну, шаттер модуль, конечно, можно поставить. Но, скорее всего, он же будет туда отдаваться, да? Если я вот через вот это вот, вот так вот просто подведу это всё. С другой стороны, это лучше всё-таки ещё ниже опускать. Потому что, потому что, потому что здесь надо где-то вот прямо вот здесь посередине загружать будет через ту же самую какую-нибудь там МЕшку. Всю руду, практически всю. Ну, как сказать, нет. Сюда-то можно поставить просто приоритет пониже, допустим, нулевой приоритет. Вся руда, которая отсюда обрабатывается, идёт сюда. Потому что, согласно тем исключениям, которые я сделал здесь, в некоторые вещи ворвошер должен скипаться. Ну, как сказать, преимущественно всё-таки ворвошер всё идёт. Вот, ну вот, есть вот этот вот сундук, которым вот это вот руда, которые должны скипать ворвошер. Потому что, например, с Deep Iron я уже говорил, а вот, к примеру, рубины, те же самые, здесь везде дают красный гранат. А здесь будет хром, который, ну, типа, больше хрома, это лучше, чем красный гранат, откровенно говоря. Хотя вот, с другой стороны, можно было бы не этими трубами пользоваться, а поставить здесь какие-нибудь тамалпут баз. Вот здесь вот, и в интерфейсе всё это отправлять туда прям, почему бы и нет. И далее, Quest Noir Dictionary Output, который я не ожидал здесь, я, окровенно говоря, увидеть. Ну, короче, да, я вот тут подумал и решил, что так гораздо лучше, наверное, будет. Может быть, даже, кстати, если у меня вот здесь он будет openbass стоять, значит, здесь будет интерфейс. А вот здесь вот этот вот input можно было бы тоже немножечко поднять. Вот, а тут же, в свою очередь, будет сундук, в который будет стоять, как раз таки, вот эта штука. Все эти Word Dictionary надо настраивать будет тоже. Но здесь, короче, у экспортной шины нет приоритетов никаких. Тут, наверное, не очень хорошо будет, потому что, хотя, в принципе, у неё, может быть, приоритет-то есть какой-нибудь, он нулевой какой-нибудь, допустим, все исключения от вошеров идут в другое место, да. Ну, я надеюсь, по крайней мере, очень сильно это. Хотя вообще, какие исключения здесь, по большому счёту, от вошера есть? Единственное, где вошер не используется, это вот это вот второе исключение. Там надо через массератор всё прогонять. У остальных во всех местах вошеры есть. Ну, ещё за исключением вот этого, это... Почему? Потому что это моназит и басназит. Они используются для того, чтобы делать с Самарей. В этом Самаре уже почти 120 тысяч, так что их бы оставлять. На Самаре в уявлении. Да, вот тут бас может было бы тоже здесь поставить, на самом деле. Тогда, с другой стороны, у меня не получилось бы вот так интерфейс здесь поставить. Экспортную шину, точнее. Тогда здесь надо тоже раунд-робин включить, кстати, обязательно, чтобы на два массератора параллелилось всё. Так, ну и вот здесь, соответственно, тоже интерфейс стоит. Так, значит, и вот куда-нибудь вот сюда вот можно было бы поставить ещё один сундук, кстати. Где-нибудь вот здесь вот, допустим. Единственное, что только дальше подкрывался, наверное. Хотя, может, это не обязательно. Тоже всё извлекает по раунд-робину, по синему, по ускорениям. И вот здесь стоит какой-нибудь там сторидж-бас. Вот тут прям, да. В который загружается всё, что исключается, скажем так, у меня в массератор. После первого прохода через массератор не идёт в вошер, идёт сразу ещё раз в ещё один массератор. Да, такое тоже тут нужно. Там, где я должен скипаться в вошер и сразу отправляется в центрифугу, термальную я вроде как не нашёл, хотя вроде как такое место тоже должно быть на самом деле. Вроде там где-то было такое, что не надо было промывать ничего, насколько я помню. Так что, если вдруг у тебя внезапно под рукой окажется таблица со всеми нужными исключениями, кто куда должен идти, можешь написать мне об этом куда-нибудь. Возможно, конечно, нужно было бы всё-таки разные отдельные линии делать. С другой стороны, опять же, все эти побочные продукты будут оставаться в одной сети. Здесь логичнее просто разместить больше этих... Больше сундуков, вот этих вот ячеек, чтобы здесь всё оставалось. Так, ну а сюда надо будет просто вот этих вот... Крашут всяческих вот этих вот вариантов root добавлять. Кстати, после этого надо ещё вот эти вот impure всяческие варианты тоже отправлять в центрифугу сразу же будет. Единственное, что возможно, это только не очень удобно будет здесь всё модифицировать в том будущем. Хотя, с другой стороны, можно просто подписать здесь, что к чему относятся. То есть, здесь, допустим, скипается этап с ворвошером. Я вот внезапно понял, что мне надо ещё несколько мастераторов, потому что, ну, типа это вход на руду только, и они будут, скорее всего, постоянно заняты. А ещё вот эти вот, которые будут обрабатывать уже всё, что после ворвошеров. А здесь здесь какие-нибудь там сантрифуги. Здесь сифтеры, а здесь, ну, не знаю, типа тоже какие-нибудь, может быть, сантрифуги, электролайзеры, ещё чё-нибудь типа того. Так, мне вот интересно такой вот вопрос. Вот в этот вот сюда, ворвдикшнери. Мне надо загружать, то есть, вообще всё вот это вот. То есть, крашат, ну, типа есть звёздочка. Вот так вот. Или мне всё-таки здесь придётся ещё что-то прописывать. Ну, типа другие исключения. Потому что, ну, типа всё, что, все эти вот исключения, которые вот у меня там прописаны, которые должны миновать вошер, вот эти вот как раз таки, они загружаются вот сюда вот. Здесь, кстати, надо приоритет больше поставить. То есть, они сразу идут сюда. И, кстати, мне, скорее всего, может быть, не вот в этот вот. Не в эти мастераторы надо было это загружать ещё, может быть. Может, мне здесь ещё один мастератор поставить, выделенный специально на это всё. Хотя, с другой стороны, может быть, они не будут успевать это всё делать. У меня как бы ещё вот здесь есть два выделенных мастератора на как раз таки дробление всей этой ереси. Было, откровенно говоря, это не на запись всё делать. Но, с другой стороны, контент сам себя не сделает. Так что, будет как-то вот так. Я бы даже сказал, вот этот вот провод можно обвернуть вот так вот. А здесь поставить сундук. Прям вот здесь, да. Сюда экспортную шину. Отсюда всё выгружать. Всегда под раунд Робина. С ускорением. Вот, и сюда загружать уже всё, что будет идти, кстати, после промытого состояния. То есть, сюда будет загружаться уже вот это вот. Краш от Пьюрифайт. Правильно написал? Пьюрифиед. Пурифиед, да. Вот, типа сюда идёт весь Пьюрифайт, который выходит с вошеров. Возможно, кстати, вот сюда вот. Опять здесь в Word Dictionary. Чё, вот не сохранился? Тут сохранился. Может, здесь Enter надо подтверждать? Вот, я вот чё думаю. Может быть, вот здесь вот поставить исключение тоже. Типа и не как-нибудь типа вот так вот. И не Пьюрифайт. То есть, единственное, что только надо вот здесь тоже звёздочку поставить. Звёздочку, я сказал. Вот, типа крашат и не Пьюрифайт. Потому что сюда идёт только вот такой вот крашат, который просто крашат и звёздочка на конце. Что, кстати, и вот эти вот все остальные. Да, стоит Dustin Pure. Вот, а это крашат Пьюрифайт. А после того, как она будет мастерироваться, кстати, что будет делаться? Она будет становиться Dust Pure. Вот, Dust Pure это уже следующий уровень, который идёт в Центрифуму. Это маршрут по умолчанию, так сказать. Так, ну а сюда вот весь крашат Пьюрифайт. И вот тут вот краски уже надо делать такое вот сильное и жёсткое исключение, скорее всего, на отдельную линию. Потому что в этом PowerDictionary прописывать все исключения просто забей. Где-нибудь вот здесь вот, скорее всего, у нас должна быть ещё одна сеть. Ну, допустим, будет какой-нибудь там тонкий интерфейс. А тут Storage Bass. Storage Bass вот такой, вот с собой самым высшим приоритетом. И вот так вот подключённый. Вот, и здесь уже будут следующие исключения, которые должны будут идти, ну, допустим, там в сифтер. Короче, всё, что после вошера не должно включать в себя массератора. То есть вот эти вот, то, что идёт на термальницу на Центрифуму, вот эти вот роды. И то, что идёт на сифтер. В принципе, то, что идёт вот сюда вот тоже. Потому что вот эти вот... Да, тут должна быть галейная из фалерит, потому что они занимают отдельные места. Эти фалерит у меня никак не делается пока что, но потом в будущем, скорее всего, будет. Возможно, а может и нет. Но всё-таки вот эти вот всяческие руды надо вынести и так посидеть и поисключать их. Асбест я исключаю только ради магния, которого, скорее всего, у меня будет дохренища. Общего бы и нет. Вот, допустим, какой-нибудь там жёлтый лимонид. Здесь тоже получается кобальт. Я думаю, что кобальт у меня тоже вообще-то до чёртовой матери будет. Потому что кобальтин делается просто бесконечно. Тут тоже магнезий получается. Палладий здесь, который идёт тоже. Его после массератора лучше перерабатывать ещё раз вот так вот. Потому что здесь больше палладий получается. Не могу сказать, что мне особо сильно был нужен палладий. С учёма того, сколько его у меня есть. Но вот с эридием точно такая же прикол. Потому что здесь получается в два раза больше Rayrest Turf. Точнее, Rayrest Metal Resade. Так, ладно. Вот я исключал всех этих штук, которые будут отправляться вот сюда. Мне кажется, что мне не хватит этого места здесь. И, в принципе, этого места хватает. Так что вот. Вот все исключения, которые идут вне массератора. Юрифайдные. Кстати, я думал, может быть ещё отдельно на сифтер, отдельно на эту штуку, на термалку поставить. С одной стороны, почему бы и нет. Так, ну вот, на термалку и на сифтер тогда получаются разные отдельные. Потому что, ну, реально так может быть получше. Не думаю, что в сифтере когда-нибудь в будущем появится очень много всяческих там рут, которые там нужно перерабатывать обязательно. Ну вот, собственно говоря. Плюс, может, как было бы стоило ещё подписать. Ну, типа, на всякий случай. Им бы ещё разные цвета делать, чтобы они, ну, понятно было, что к чему идёт. И, типа, вот это вот идёт непосредственно вот отсюда на термалке. Точнее, вот это вот на сифтер идёт. Сифтер, кстати, у меня с этой стороны. Вот здесь два будет. А термалки, я не знаю, где-нибудь. Вот термальница на рефугу вообще, она довольно-таки много энергии ещё жрёт. Два ампера тока. Хотя вот многоблочные, не знаю. Может, по-другому. Так, ну, сифтеры такие вот будут здесь. Это тоже будет отдавать абсолютно в трубу. Ну, а труба будет всё отдавать в интерфейс. Собственно, как-то вот так. Единственное, что только вот эта вот хрень теперь должна... Ну, вот этот интерфейс должен идти в основную сеть рудопереработки. А вот сюда вот. Единственное, что здесь очень мало места. Но я его расширю как-нибудь в будущем. Поставлю просто больше интерфейса этих самых драйвов. Драйвов, кстати. Насчёт больше драйвов, мне бы здесь ещё... Было бы абсолютно не лишним за каналами это следить. У меня вот там в некоторых местах их уже явно не хватает. А если вот такой вот контроллер поставить, то пока что хватает. Ну, так вот. Вот это отсюда вот должно будет всё идти в основную сеть. Вон туда вот. Было бы ещё неплохо здесь какую-нибудь Дэнскейвл поставить. По крайней мере, вот да вот сюда. Вот чтобы здесь одна вот такая вот штука в линии. А здесь разводка. А здесь идёт сбор, так сказать, урожая со всех остальных машин. Так, тем временем здесь у нас стоят вот эти вот самые штуки под названием сифтеры. И вот сюда вот надо куда-нибудь отправлять в какие-нибудь там внезапные интерфейсы. Вот, точнее, интерфейсы, а input bass вот сюда вот. Через, возможно, тот же самый сундук. Где он, кстати? Вот через этим кондуит, через синий порт по round robin. Вот сюда вот будет загружаться всё в эти сифтеры. Плюс, более того, вот отсюда вот. Вот здесь вот снизу. Здесь будет стоять тот же самый экспортный интерфейс. Точнее, шина, которая... Я вот не знаю смысла здесь. Crasht-peerified. Ну, можно, конечно, Crasht-peerified сюда загружать. Ну, вот, Crasht-peerified сюда загружается. Но оно не соединяется с этой сетью. Оно имеет свой собственный отдельный какой-нибудь там выделенный цвет. Надо будет сейчас это всё ещё красить. Дэн с кондуитами давайте вот это вот всё-таки здесь вот. Вот этот вот провод от этого контроллера поменяю на Дэн с кондуит, чтобы здесь больше каналов можно было пропустить. Ну, на всякий случай, за эти возможно ли. Мало ли, что там понадобится в будущем. Вот. И отсюда вот тем временем вот этот вот интерфейс. Допустим, вот отсюда же он, допустим, выгружает. И вот сюда вот всё засовывает в основную сеть. Её покрасить во что-нибудь. Ладно, пусть пока серая остаётся. Вот. Более того, вот эта вот хрень здесь, во-первых, никоим образом не соединяется с этим вот этим вот интерфейсом. Во-вторых, так как это сифтеры, она идёт вот от этой вот подсети. От второй. Здесь, скорее всего... Я не знаю, здесь, в принципе, наверное, контроллер-то не нужен особо сильно. Так, давайте основная сеть будет белой. Соответственно, все её провода покрашены тоже в белой. И снизу вот это вот тоже, ну, хотя бы частично покрашено белым. Вот отсюда оно точно покрашено белым. Следующий у нас по цвету идёт. Можно циановым. Почему не циановым цветом покрасить-то всё? Вот так вот здесь вот циановый цвет от сифтера идёт. Значит, вот это вот тоже он. Мне бы тут ещё не перегородить выходы под энергию. Точнее, входы под энергию. Его, в принципе, вот так вот можно провести. Единственное, что вот здесь вот только всё вот так вот я... Чтобы вот с той вот основной, которая это вот под сеть моей основной сети, МЕшки, не пересекалось ничего. Я вот так вот обвожу это всё. Ну, и как-то вот так вот. Плохо, ужасно, понимаю. Но ничего с этим делать не буду. Ну, собственно говоря, вот это подключили по факту сифтеры, да? Ещё надо подключить, будет термалинцы на рефуге, которые будут стоять где-то у чёрта на куличиках. Скорее всего, где-нибудь вот здесь. Ну, можно, в принципе, вот сюда вот их поставить. Почему бы и нет? Такие вот будут у нас здесь термалинцы на рефуге. Я забыл, как они делаются. А у неё сверху управляющий блок стоит. Я вот не помню, по-моему, под большую многоблочную термалинцы на рефугу особо сильные. ЛЕВИ. Точнее, эти 2 ампера тока не нужны. Так же, давайте, я где-нибудь я вот здесь их поставлю. По ЛЕВИ-хэтчу. Здесь всё, в принципе, на ЛЕВИ-хэтч стоит, работает. Энергия, она будет жрать просто немеря. Я надеюсь, по крайней мере, что она будет успевать всё обрабатывать. Я, наверное, даже вот лучше вот здесь вот ЛЕВИ-хэтч поставлю. Чтобы они, во-первых, поближе друг к другу были. Во-вторых, я мог вот здесь поставить output, а точнее input bass. Так, как термалинцы на рефуге подключать, если честно, вот где-нибудь вот здесь вот input bass надо ставить. Вот здесь вот, как всегда, через какой-нибудь там этот, через сундук, так сказать, загружать это всё. Почему через сундук, потому что раунд ровен, через вот эту вот трубу идёт кондуит. И надо, во-первых, покрасить кабель. Думаю, раз термалинцы на рефуге, значит, он должен быть красным. Ну, чтобы не путаться, да. Надо было вот эту вот хрень, кстати, коричневую украсить, потому что это сифтеры. Но коричневого цвета у меня нет, так что боюсь будет циановый. Кстати, сюда надо ускорялки ещё было бы ставить, наверное. По три штуки, чтобы здесь загружалось с большой скоростью. Так, и ещё куда? Вошера. Ну так вот, отсюда вот надо это как-то выводить. Он оттуда вот. Кстати, здесь, что получается, даже напрямую, что ли? Не совсем красный, конечно, это какой-то розовый всё-таки, но... Вот здесь вот можно... Если бы не вот эта вот труба, конечно, её можно чуть-чуть вот пониже вот так вот пропустить. Конечно, это вот наиверчайший пример спагеттификации проводов. Так делать не надо. Вообще очень сильно нежелательно. Да, кстати, тут надо покрасить тоже в белый цвет, чтобы он не соединялся. Такие вот провода в АЕшке, это всё равно, что плохой код, написанный программно. А, кстати, здесь не совсем получается прям вот, чтобы напрямую, но да ладно, какая разница. Вот так вот получается как-то, да? Ещё центрифуги надо вообще-то снарядить будет так же. И, кстати, ещё не забывайте о том, чтобы подводить энергию ко всем этим машинам. Тоже такое хорошее дело. Так, input bus есть, output bus есть. Мой интенс мафлер. Energy Hatch и всё остальное просто закрывается такими блоками. Он, в принципе, собрался. Ещё вот здесь были акселерационные карточки, надо было вставить. Ну и, соответственно, забить все остальные места этого сифтера его блоками, кейсингами. Как они называются? Industrial Sif Casing. Так, ну вот, в принципе, они собрались. По факту для маршрута по волчанию нужны ещё сантрифуги обычные. Так, центрифуги будут стоять где-то вот здесь. А центрифуги, опять же, вот эти вот... Вот это вот выход у них идёт уже целиком и полностью в обычную сеть, в белую. А вот здесь загружается... На самом деле здесь загружать надо... Так, я его покрасил, что ли? Ладно, неважно. Будет крашен интерфейс у нас в белый цвет, input bus. Короче, центрифуги у нас такие довольно-таки особенные вещи здесь. Потому что они должны принимать как вещи из, так сказать, маршрута по умолчанию, так и вот из этого вот маршрута. Так что там надо... Вообще, в принципе, им можно загружать... Здесь вот такая вот purified будет загружаться, даст пиор со звёздочкой. Или где-то здесь была вот такая даст импиор со звёздочкой. В принципе, я думаю, больше ничего там и не надо абсолютно. И так как это всё будет отправляться в белую сеть, скорее всего... Кстати, вот с термальными центрифугами тут тоже такая вот... После термальных центрифуг, если там что-то идёт, так сказать, из маршрута по исключению... Это вот конкретно вот это. Вот там должно после них идти сразу всё в массератор. Так что термальные центрифуги отдают всё в белую сеть. А белая сеть должна ещё вот в конкретно вот эти вот два массератора всё отдавать. Не только крашат, пирифайт, но и также, скорее всего, и... Понятия не имею, как она называется здесь. Крашат центрифюжит со звёздочкой. И не знаю, понятия не имею, будет ли это правильным или нет. Посмотрим, поживём, увидим, так сказать. Сюда же, в свою очередь, даст пиор и даст импиор, скорее всего, идёт. Чего-то мне вот так вот кажется, что здесь по-другому, наверное, не надо. Потому что даст пиор может отдаваться из массерированной субстанции, которая отдаётся после урвошера. А даст импиор даётся после массератора. Вот, это вот, конечно, возможно, не всё. Здесь ещё электролайзеры надо поставить. Какие-нибудь и, может быть, ещё чего-нибудь добавить. Может быть, день чего-нибудь пропустил, может быть, нет. Сейчас я подключу это всё к энергии. И не хватает дистанции в этом беспроводном передатчике. И мы продолжим. Как же мне нравятся сверхпроводники чёрного цвета растягивать по базе, когда у тебя чёрное небо, и их нихрена не видно. Но всё-таки, если сейчас ничего не взорвётся, то я хотя бы одну вещь подключил правильно. Ну, вроде пока не взрывается. Так, осталось только вот эту вот хрень тоже подключить. Может быть, как-нибудь вот отсюда вот так вот вывести. Я надеюсь, что здесь везде хватит ампер тока. Вот здесь я использовал один Loof Energy Hatch, чтобы... Ну, потому что здесь как бы вот эта вот сдвоенная цена рефуга. Сейчас видите, машины повключаем. Можно попробовать. Так, тут наполнилось жижей, всё. Значит, это точно работает. Так, ну вот давайте какую-нибудь там, я не знаю, у меня очень сильно загажена интерьера. Но вот всё-таки вот... Допустим, у меня припёрлась адамантовая руда. Тут начало что-то там массерироваться. Так, вот он тут здесь промывается. Кстати, довольно-таки быстро промывается. Дальше отправился. Отправился куда-то. Сейчас давайте искать, куда он отправился. А, тут ещё, кстати, миллиарды, миллиарды тонн стондаста будет. Так, перифайт адамантиумор. Остался здесь и никуда не ушёл. Вообще, должен был уйти вот сюда вот по факту. Почему он сюда не ушёл? У меня каналов не хватило. Или ещё чего-нибудь. Я понял, почему здесь оно не ушло. Потому что здесь не и, здесь или. Или он оставится вот такой вот штукой. Вот он начал сюда всё загружать. Сейчас отправится. Кстати, на центре фуги тоже надо не и, а или ставить. Вот здесь вот. Потому что у меня сейчас здесь и. А надо или. Или это вертикальные черты, если тот не знает. Я думал, он уже был об этом вспомнить, да. Так, ну вот, в принципе, он обработал всю эту руду. Так что, давайте, что делать. Давайте включим наши оба void майнера. Ну, давайте хотя бы на тритоне включим void майнер. Посмотрим, как он там будет работать. Работать-то он будет прекрасно. Я имею в виду, как у нас рудопереработка будет работать. Я, на самом деле, наснимал уже очень много. Прямо очень много. По времени. Ремонтировать это всё будет сидеть. Такое всего удовольствия. Ну да ладно. Посмотрим сейчас. Поживём, увидим, как говорится, как работает наш это. Так, ну всё сюда загружается вроде как. Чё есть как дальше. Вот сколько. Такое огромное количество всего здесь. Самое главное, чтобы он. А, вот, кстати, крашен, босносит. Босносит, да, кстати, надо. Загружать вот сюда вот. Точнее, как сказать, не отправлять босносит никуда. Но он сейчас обрабатывается, так что... Вот, кстати, Галену тоже забыл обрабатывать, но... Типа, ну пока что всё успевает обрабатываться. Мне страшно спросить, сколько энергии это всё потребляет. Наверное, гигантское количество. Потому что там каждая машина на лув работает. Но она успевает обрабатывать, по крайней мере, один void майнер. Конечно, Галену и босносит надо фильтровать. Вообще вот насчёт Галена. Если Галена будет оставаться в основной сети, в этой, в белой, я имею в виду. Потому что для вот этой вот штуки основная сеть, это вот эта вот. Если кто-то вдруг внезапно не понял до сих пор. Что-то там всё ещё обрабатывается. Центрифуги обрабатывают. Ну, кстати, здесь вот центрифуги, это явное узкое место, да? Сколько не работают? 5 секунд. А съедают поскольку. Они вообще разное количество времени. На разную руду разное количество времени тратить должны. Так что вот, возможно, центрифуг-то было бы поставить больше. Так, ну пока что. Вот здесь вот, вот эта вот хрень. Здесь надо сделать, что это И, не Галена. Не знаю, как она там правильно пишется, но тут вообще посмотреть сейчас. Вот, перифайт Галена. Вот такая вот, да, просто Галена с большой буквы. Плюс, вот здесь вот, наверное, тоже. Здесь у нас что загружается? Здесь крашит перифайт и крашится на дрифьюже. То есть сюда Галена загрузиться не может никак. Значит, Галену, если отсортировали, А, кстати, подожди, Галена-то краски должна промываться? Галена-то краски должна промываться. Что-то я забыл совсем об этом. Галена не должна массерироваться. То есть вот сюда вот надо ставить. И не Галена. Не знаю, сработает это или нет. Типа, что раньше работает по условным этим операторам, если честно, не помню. Или, или, не знаю, не помню. Посмотрим, короче, как Галена себя будет вести. Плюс, босносит, босносит сюда вот как раз-таки. А не только босносит. Босносит. И, как он там правильно называется, моноцит или моноизит. Какая разница, в принципе. Моноизит тоже не должен отправляться на промывку. Потому что это отправляется немного, немало в самаревую линию. Так вот, я надеюсь, это правильно писал. Босносит. И моноизит. Да, ну давайте что, давайте еще раз проверять. Центрифуг надо, кстати, реально больше ставить. Потому что они не справляются, не успевают вообще никаким образом. У меня будет майнеры, кстати, иногда отключаются. Такое ощущение, что не знаю, то ли им энергии не хватает. Ну, скорее всего, потому что там в сейф-мод выключился один раз. Это очень довольно-таки странно. Им должно всего хватать. Так, ладно, вот все это обрабатывается. И, как ты себя ведешь в плане некоторых рот. То есть, найсит, вроде остается и не уходит никуда, да? Тут вот некоторые вещи такие вот, типа гемы. Типа лазурит разные. Вот эти вот, что это такое? Я не могу его... Я не могу его уловить. Вот, типа моноизиты. Они в виде гемов не нужны абсолютно. То есть, совсем. И, ну, кроме апатита, может быть, разве что. Так что их можно было бы тоже мастерировать, в принципе. Почему бы и нет? Ну, вот, Галена тоже остается. Так что, ну, мне кажется, работает. По крайней мере, у меня есть такое ощущение. Силикона, ванадь, его магнетит. Вот, короче, магнетит тоже надо... Блин, здесь столько всего надо перерабатывать. Будет просто кошмар. Ну, дополнительно, кроме этого всего. Сегодня этим заниматься уже не буду. И вообще на этом будем завершать. Давайте сейчас еще включу второй войд-майнер. Посмотрим, как там, чего работает. Не работает. Он стоит у меня в овере. Ну, вот, прямо вот здесь вот. И где я его в прошлый раз поставил, там он устоит. Так, ну, вот это вот вроде как извлекаться успевает, да? А вон там вон лохит появляется. Всякая остальная ересь. Восносит остается. Сера. Тоже такое ощущение, что по тысячу некоторых ресурсов нет. Тут, кстати, еще Оилл Санс есть. Из овера копится. Вот, кстати, я о нем совсем забыл. Оилл Санс бы вообще исключать куда-нибудь полностью. Девать. Потому что если он будет... А, вот, 100% уже вот здесь вот Оилл Санс накопился. Оилл Санс, я думаю, может быть, куда-нибудь отправлять вот... Ну, вот, прямо вот сюда. Вот, в какой-нибудь интерфейс просто засовывать. По фильтру. Может, Оилл Санс надо центрифугировать? А центрифуги у меня на Оилл Санс нет. И, скорее всего, я не буду заниматься этим. Проще нефть. Откровенно говоря, качать из-под земли, а не из вот этого делать. Так, здесь мы выставим максимальнейший приоритет. Ну, а отсюда Оилл Санс мы убираем весь. Так, ну чё, как сифтеры работали, ещё или нет? Да, вот этот уголь загрузился. Я их, наверное, только единственное, чё, забыл включить. Ну, вот, в принципе, всё работает. Единственное, чё, только надо центрифугу побольше стоять. Хотя здесь вот такое ощущение, что некоторые... Тут-то вот центрифуги сейчас справляются в данный момент времени. Там наставал ещё грёбанная гора разного золота и всего остального. Чё-то уже не успевает. Ого, здесь всё же загрузилось-то сколько всего. А чё он не успевает? А, ну надо побыстрее отдачу поставить, наверное. Максимальной скорости, скажем так, отдачу. Чё, чтобы он здесь работал и обрабатывал всё. Он всего лишь нам всё 12 тиков это делает, так что он должен успевать это всё обрабатывать. Ну, короче, вот, стоун даст уже просто какое-то запредельное количество, невменяемое абсолютно. И три тоже копится редстоуна, вон сколько. Плюс ещё разных гемов, куча разных. Ну ладно, я очень сильно надеюсь, что всё-таки вот эта вот штука за 12 тиков работы будет успевать всё обрабатывать, правда ведь? У меня сейчас здесь загружено абсолютно всё, ну кроме термальных центрифуг. Так что вот сейчас можем посмотреть на энергоопотребление и немножко так охренеть, да? Сколько там, под 300 тысяч занимает просто энергии, даже иногда, наверное, больше. Если у меня в районе, скажем так, 400-500 тысяч на базе потребления, это, скажем так, стандартное потребление, массивное, то вот эта штука ещё 1030 так потребляет влёгкую. Так, ну ладно, чё, будем на этом закругляться на сегодня. Построили родопереработку базовую, даже с исключениями, со всеми остальными уже вещами. Разными. Чё тут есть, чё-нибудь нет? Ну вот здесь, скорее всего, ничего не будет. Хотя вот здесь чё-то есть, теперь рефейт апатит идёт, да? Здесь чё, то же самое или чё, как, где? Так, почему сюда апатит, кстати, засовывается? Я здесь случайный апатит. А, нет, подожди, апатит правильно сюда идёт. Чё, он не успевает обрабатываться, что ли? Или я забыл подключить вот сюда вот чё-то? А, я забыл сюда поставить. Нам просто интересно очень, сколько оно всё энергии здесь потребляет. Малентин-рефуги живут под 29 тысяч энергии. А массераторы конкретно вот это вот 10 тысяч, тут 32 тысячи. Ровно. Тут как-то очень много. Ну да ладно. Я надеюсь, что они не будут страдать от того, что им энергии вдруг внезапно не хватит. Так, ну ладно, чё-то здесь ресурсов прям уже огромнейшее количество. У Нурана вон сколько одного только сделалось. И чё-то нифига оно не успевает обрабатываться. Хе-хе, такое ощущение, что в основном здесь на промывке, да, всё узкое место идёт. Плюс ещё, скорее всего, центрифуги. Сколько здесь как-то центрифуги себе поживают. Ну да, центрифугам тоже очень плохо. Так, ну ладно, всё. В этом всё. Может быть, за кадром или когда-нибудь в следующих разах будем делать электролайзеры, которые будут стоять где-нибудь вот здесь. Может быть, нескольких хватит. Не знаю, пока что. Ещё надо центрифуг добавить. Ещё надо, не знаю, чего-нибудь ещё добавить. Поднять напряжение на фор-вошерах, скорее всего. Чтобы они ещё быстрее работали. Тебе спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, если тебе понравилось. Если ещё не подписан, оставляй что-нибудь в комментариях. Вступай в дискорд. Не будь письмистом. И пока.